Хей! Как дела? С вами снова Морская Свинья, и мы продолжаем играть в Кэти Рейн. Что же, в этот раз мы должны как-то позвонить с помощью этого телефона и узнать про... Петушка. Как бы это ни странно звучало. Привет, Ленни. Привет, Кэти. Как дела? Эй, Ленни, ты помнишь что-нибудь об утонувшей здесь девушке? Да, я помню, как мама рассказывала мне об этом, хотя мне тогда было всего шесть. Ты помнишь ее имя? О, подруга. Конечно нет, я был еще маленький. Вроде ее имя было на букву L, Линда, Лаура, что-то такое. Ладно, буду дальше искать. Но это точно нам нельзя показывать. Учебник по математике. Тебе знакомы эти люди? Вряд ли, извини. А телефоном можно воспользоваться? А, значит, надо придется снова его... Ну, давайте поговорим с шерифом. Про утонувшую девочку, возможно, он что-то знает. Вы что-нибудь знаете о девочке, которую отдадула здесь в 1975 году? Ей было шестнадцать. У тебя что, проблемы с памятью? Я уже сказал, что тогда я здесь не работал. Даже если бы я знал, тебе не сказал бы, дела несовершеннолетние, носят закрытый характер. На тебе учебник по математике. Ладно. Все, я пошла. Странно, игра провисла сейчас. До этого не провисала. Почему они до сих пор этого бродягу-то держат? Что с тобой вообще происходит, чувак? Ладно, я пока сейчас посмотрю. Может, китчейк как-нибудь каким-нибудь. Но не похоже. Ладно, давай его отвлекай, чувак. На тебя последняя надежда. Знаешь что? У него там какой-то припадок. Только не это. А снова мы. А, блин, я думала, как это сделать. У меня есть официальный полноочий. Я помощник шерифа Рейган. Я звоню из полицейского предприятия Конол Спрингс. А, я вижу, что вы действительно звоните из отделения. Значит, вы полицейский? Полицейский по-другому разговаривает. Обвинять в сексизме. Какого черта все это значит? Это все потому, что я женщина, так? Женщины не годятся для работы в правоохранительных органах. Это вы хотите сказать? Да вы просто сексист. Послушайте, едва ли это... Вы хоть представляете, что мне приходится терпеть каждый день? Никто не воспринимает меня всерьез. Все эти цельные взгляды и грязные намеки. Расслабьтесь, хорошо? Я посмотрю, досье. Номер 557641. Спасибо, приятель. Может, в папках что-нибудь посмотреть? Про утопление вот. Нужно выяснить ее имя. А имя мы ее узнаем, наверное, на кладбище. Надо будет посмотреть на нагробие. Подождите, Блэквелл? Это же прям как Розанжела Блэквелл. Блин, нафига она уходит? Взяла, уехала. Кэти, не могла бы ты вернуться по-хорошему? Молодец. Так. Энни Блэквелл, это точно не та. Бенджамин. Рой Рэндалл. Элеонор Фой. Может быть, вот оно? Хотя не похоже. Лили Майерс. Вот она. Наверное. О! Пацанчик. Могила щедро усыпана цветами. Я думаю, что с тобой случилось, дед, обещаю. Точнее, я узнаю. Маленький мальчик, ряд 5-6. Привет, малыш. И тебе привет. Что ты здесь делаешь? Не твое дело. А ты мне нравишься, малыш. Ты ведь здесь не один? Где твоя мама? О, она рядом. Я ее не вижу. Значит, ты слепая или еще что-то. Я пойду поищу твою маму, ладно? Никуда не уходи. Как хочешь. Какой-то странный пацан. Может, он призрак? И где мы ее найдем? Тут не так уж и много мест. Ну, если матери, его нету. Может, она в склепе или нету? Где я найду его мать? А-а-а, нету его. Видите, он призрак. Малыш. Наверное, он нашел свою маму. Что-то я сомневаюсь в этом. Ну, вот, смотрите. 14 июля 1975 года. А в заметке у нас какой год написан? Кажется, эта дата сходится с той, что указана в газетной вырезке. Значит, ее звали Лили Майерс. Я должна как-то выйти на ее семью. Замечательно. Вот мы и нашли, ребята, то, что нужно. Оказывается, тут нужно комбинировать вещи, чтобы хоть как-то они сопоставлялись. Ну, что, куда сейчас поедем? Поехали? У Уайлду спросим. Точнее, к бабуле. Блин, нам нужно полное имя. Ладно. Дом Уэйдов. Давайте позвоним. Дом Уэйдов. Здравствуйте, это Кэсси Рейн. Я хочу поговорить с Чайлисом Уэйдом. Он здесь больше не живет. В чем дело? Чего вы хотите от моего отца? Я бы хотела перекинуться парой слов с мистером Уэйдом. Это насчет моего дедушки Джозефа Рейна. Вы опоздали лет так на 20, девушка. У моего отца нет ни времени, ни сил на то, чтобы общаться с такими людьми, как вы. Но разговор окончен. Вы сможете пообщаться с моим отцом, только если он сам изъявит такое желание. Да чего же чмодливая весь великосветская сучка? Ну ничего, мы еще вас смотрим. Так или иначе, найду способ поговорить с этим стариком. Как мы это сделаем? Ну, я думаю, все дороги ведут в полицейский участок. Пойдем найдем Лили Майерс дело. Ладно, здесь должно быть что-то по смерти Лили Майерс. Так, и что же у нас тут? Человек, живущий рядом с Конвелл Лейк, вызвал экстренные службы. Он сообщает, что молодая девушка, около 16 лет, обнаружена мертвой. Ее тело плавало в воде, предположительно, она утонула в озере. На место происшествия прибывают полицейские. Скорая задерживается из-за тумана. Тело полностью одетое, нет никаких очевидных признаков насильственной смерти. С наибольшей вероятностью происшествия можно классифицировать, как несчастный случай. В результате обыска дома найдена предсмертная записка, написанная почерком жертвы. Свидетели сообщили, что ранее у нее были проблемы с психикой. Наконец-то прибывает скорая, медики, как констатировали, смерть девушки и увезли ее в городской морг. Получен отчет коронера. Установленная причина смерти и утопление, никаких внешних признаков борьбы. Установлено, что смерть явилась результатом самоубийства. И это все? Что-то не густо. Хм, какой-то взял пример с Вирджинии Вулф. Интересно, не кроется ли за этим что-то еще? Может, попробуем позвонить ему отсюда, сказать, что мы с полицейского участка звоним? Хотя не думала, что в этом будет смысл. Я бы хотела оставить сообщение, но пока не знаю, что сказать. Утре-вечерно мудренее, подумаю об этом завтра. Почему завтра? То есть, мы сейчас идем спать, что ли? Я узнала, что эту лучшую девочку звали Лили Майерс. Не слыхала такой? Ах, да, как же я могла забыть. Сью, Джек, их дети. Лили и Нейтан. Они до сих пор живут где-то неподалеку? Мать сынов, да. Я время от времени вижу их в городе. Они живут где-то около озера. Но не отец. Это был Джек, так ведь? Нет. Он исчез вскоре после того, как Лили покончила с собой. Ясно. Не знаешь, как мне выйти на ее родственников? Понятия не имею, милая. Как я уже заговорила, они держались с особняком. Я нашла в чердаке эту книгу. Ты узнаешь ее? Да, я как-то купила ее Джосефу в подарок на день рождения. Он всегда же выинтересовался числами. Он считал, что математика может объяснить все в этом мире. Он был человеком науки. С этим не поспоришь. Так, Майерсы. Остается вот только вот в телефонной книге покопаться. Если там Майерс. О, адрес найден. Офигеть. Все так быстро. То есть, как бы знали мы уже фамилию, но она все равно не могла найти до адреса до этого. А теперь, когда мы узнали точно, что их зовут Майерс, то есть мы их нашли, что? Ничего не поняла. Как это вообще происходит? Катя, что происходит? Смотрите, я думаю, у нас вот эта вся полосочка-то заполнится к концу игры. Игра, кстати, не очень большая. Всего 6 часов длится. Так же, как и Блэквилл. Так что серии 6 и 5 будет. Поэтому, ребята, это ненадолго. К сожалению. Может, к счастью, не знаю. Кому как игра нравится. Смотри. Кто-то тут курит. Куча разбросанных сигаретных окурков. Кто-то здесь дымит, как паровоз. Что ж, приятно узнать, что у нас есть что-то общее. Озеро Конвелл. Здесь Лили Майерс встретила свою смерть. Ух ты, я, конечно, не прочь по-моему плавать, но я забыла дома купальник. Густой непроходимый лес. Что же ты там делал, дед? Фиг его знает, что там дед делал. Пепельница до краев забита окурками. Термометр. 13 градусов. Не слишком холодно, слава богу. Ой, а у нас вообще сейчас плюс 5. Я вижу, что там кто-то есть. Да? Чем могу помочь? Надеюсь, можете. Меня зовут Кэти. Кэти Рейн. А, девчонка Джозефа. Та самая, которую послали подальше. Да, правильно. Ну и чего ты хочешь? У меня есть несколько вопросов о вашей дочери Лили. Знаешь что? У меня нет никаких ответов. Лили была особенной и любимой. Лили умерла. Вот и все на этом. Мой дед приходил к вам, да? Спрашивал о ней? Может, ты приходил. Не вижу, каким боком это тебя касается. Я ведь немного прошу, миссис Майерс. Тогда ты точно не представляешь, что такое будет делать ребенка. Прощай. Ты когда-нибудь отстанешь? Вот, смотрите, теперь мы должны ей показать что-нибудь. Блин. Ну, что ей показать? А, может, сигаретку? Не думаю, что это, конечно, хороший вариант. Но почему бы и нет? Не хотите покурить со мной, миссис Майерс? Ну, эх, я подумаю об этом. Ну, чё, давай покурим. Какая марка? Корли Синдерс. Экстра длинные. У тебя есть вкус, должна признать. Е-е-е. Ну, мой от одной сигареты вреда не будет. Вот так вот, ребята, вот так. И тогда он понял, что это был его собственный бурбулятор. Что? О, вот это была классная шутка. Знаешь что, Кэти? Ты мне нравишься. Прости, что я сначала повела себя как старая Гримза. Я становлюсь очень вспыльчивой, когда сигареты заканчиваются. И это еще мягко сказано. Хорошо, что сегодня утром я выкурила, иначе мы бы с тобой подрались. Становится холодно. Пойдем в дом. Конечно, идем. Офигеть, вот так вот одна сигарета сближает людей. Это Массененто. Нейтан, он особенный. Нейт, будь вежлив и поздоровайся с Кэти. Привет, Кэти. Привет, большой парень. Ммм, интересно у них тут все. О, что это за сова? Как живая. Вопреки всеобщему мнению, я не верю, что совы гораздо больше, чем кажется. Отсюда открывается красивый вид на озеро. Да, еще только свет красиво падает. Прям такой луч. Прикольно, наверное, возле озера жить. Еще одно кладбище для этих сладких, захватывающих. Не говоря уже о том, что вызывающих ран, табачных палочек. Я большая их фанатка. Красивая картина. Внизу подпись LM. Лили Майерс, наверное. Я чувствую запах готовящейся еды. Лось, судя по всему, часто встречается в Конвелл-Вудс. Это Нейтан, сын Сью, парень с задержкой умственного развития. Сью идет в мальчишеский стиль. Мне нравится. Давайте поговорим сначала с Нейтаном. Что ты делаешь, здоровяк? Рисую. Да? Что рисуешь? Хорошего красного человека. В смысле Санта-Клауса? Нет, хорошего красного человека. Нейтан, раз ты тебе не говорила, не повышать голос на незнакомцев. Прости, мам. Я буду хорошим. Красный человек хороший. Не обращай на него внимания. Он погружается в свои рисунки именно из-за этого и его дикой фантазии. Так же, как и его сестра. Значит, ладно, давайте сядем, поговорим с ней уже адекватно. Нормально. Значит, ты хотела у меня что-то спросить про Лили? Ага. Вы не расскажете мне подробнее о том, что случилось, когда мой дед пришел вас повидать? Ну, он постучал в мою дверь через несколько лет после смерти с Лили. Я не очень хорошо была с ним знакома, но я много слышала о нем. И о том, как много хорошего он сделал для других людей в округе. Так что я его впустила. Он задал много вопросов о Лили, как будто проверяя ему уверенность в том, что она... Что это было самоубийство. И что вы ему сказали? Правду. Она уже долгое время была в депрессии. У меня не было сомнений по поводу того, что случилось. Ладно. Еще что-нибудь? Ну, мне показался странным интерес, который он проявил к ее картинам. Лили рисовала? Ага. Вот оно из отворений тут на стене. Вижу, очень красиво. А что именно его интересовало? Он спрашивал, не рисовала ли ли странные, необычные картины. Я не совсем поняла, что он имел в виду. Поэтому позволила ему взглядеть на ее работы. Он какое-то время изучал их, потом записал что-то на клочке бумаги, поблагодарил меня и ушел. И что же он такого мог увидеть, как думаете? Понятия не имею. Я просто расставила все картины в ряд, так что не знаю, какая из них показалась ему особенно важной. А мне вы их покажете? Показала бы, если бы могла. Но у меня осталось только это. Все остальные я продала много лет тому назад какому-то чутоковатому коллекционеру. Картины Лили, коллекционер, картины. Знаете что-нибудь о том, что случилось с моим дедушкой? О том, как он оказался прикованным к креслу коляски? У него хватило, да, разве нет? Во всяком случае, так я слышала. Точно неизвестно, мнения расходятся. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется важным, что это произошло с ним вскоре после того, как он приходил сюда. Как скоро? Самая больше где-то через неделю. Сью, расскажите мне, какой была Лили? С радостью. Она была старше Нейтана на два года. Лили была похожа на любую девчонку-подростку. Нормальная, счастливая, болтала о школе, о мальчиках и все такое. Они с Лейтаном тогда дружили и все время играли вместе в лесу. Когда Лили исполнилось 10, она начала рисовать, используя для этого все, что только пропадалось ей под руку. Мы жили бедно, поэтому ей приходилось довольствоваться немногим. Однажды я даже застала ее за рисованием на туалетной бумаге. На 12-летие мы подарили Лили толстенный альбом для рисования и набор карандашей. Она была в восторге. Я никогда не видела ее более счастливой. С того дня она всю жизнь посвятила рисованию. В конце концов, учитель изо в школе научил ее рисовать масляными красками. Когда Лили исполнилось 15, что-то изменилось. Сначала я подумала, что это просто обычная подростковая неуверенность. Но нет, это было что-то другое. Она стала уходить из дома и подолгу пропадать. Она стала закрываться, чтобы рисовать, чего никогда раньше не делала. Я все перепробовала. Терапию, группы поддержки, антидепрессанты. Ничего не помогло. Где-то год спустя она просто сдалась. Но я-то знаю, что случилось потом. Я извиняюсь, Сил. Наверное, это было невообразимо тяжело. Спасибо, дорогуша. Но уже много времени прошло. Она училась жить с этим. Не мать Чарльз Уэйд вам о чем-нибудь говорит? Какой-то крутой битвистмен, так ведь? Ага, он владеет огромной компанией. Можешь ничего об этом парне не знаю. Что вы делаете, чтобы содержать себя и сына? Да, всего понемножку. А еще остались некоторые сбережения. Это он помогает, когда может. Можно спросить, что случилось с вашим мужем? Можно сказать, что в отличие от меня, он не смог пережить то, что произошло с Лиле. После того, что с ней случилось, ему совсем жить надоело. Так что он запил и нажил себе кучу неприятностей. Ему осталось сеть в тюрьме 5 лет. 15 он уже обсидел. О, Господи, ужас. Тяжко должно быть вам приходится. А нам и без него хорошо, да, Нейт? Мамочка заботится о нас. Мамочка знает, что делает. Расскажите мне о творчестве Лиле. Сначала это были жизнерадостные вещи. Пейзажи, животные, яркие цвета. Но по мере того, как она все глубже впадала в депрессию, она начала рисовать ужасные вещи. Смерть и разложение. Последние несколько картин изображали что-то совсем кошмарное. Это ужасно. Я творчество Лиле не получило к нему из признания? Нет, и столько не считать того парня, который скупил большую часть ее картин. Так кто этот парень? Расскажите мне об этом коллекционере произведений искусства. Богатый, интересный, лет 50 или около того. Наверное, сейчас ему около 70, если он еще жив. Однажды он везет сюда с пачкой наличных денег в кармане. 5000 долларов. Он хотел купить все, к чему Лиле когда-либо прикасалась к кисти. А, он объяснил, зачем ему это? Я почувствовала, что он предлагает такую сумку как раз для того, чтобы избежать каких-либо вопросов. Я взяла деньги, ведь мне нужно было позабудиться о Нейтане. Не знакомься, он взял вам свое имя? Нет, но его лицо очень трудно забыть. Большой нос, ясные голубые глаза. Что-то в нем было от Ирландца, у него была густая грива черных волос с проседью. Бороды не было. Ладно, Сью, спасибо. Есть мысль по поводу этой церкви? Хорошая церковь, я иногда в нее захаживаю. И Нейт с собой беру, когда нужно бывает бить ему в голову немного страха Господня. Эй, Сью, знаете кого-нибудь из этих людей? Ну, вот это Джо Лефрейн. Красавчик, как всегда. Я когда-то даже по нему сохла. И... Не может быть. Человек, который скупил картины. Он здесь гораздо моложе, но это волосы и нос ни с чем не спутать. Вы уверены? Уверена, крошка Кэт. Это именно тот человек, который пришел в нашу хибарку с пятью тысячами наличными. Вы мне очень помогли, Сью, спасибо. Еще один вопрос для ненадоломимого мистера Уэйда. Ах, ты же Уэйд. Уже поздно. Мне лучше вернуться в город. Ну вот, мне кажется, мы день уже закончили, да? И она едет в универ. Да, денек был не промах. Эй, ты все еще на ногах? Ждала, когда ты вернешься. Как все прошло? Долгая история. Я кое-что узнала о том, что произошло, когда я была ребенком. Вау, как загадочно. Какой у тебя теперь план? План? Никакого плана, это была дурацкая идея с самого начала. Пока не знаю, придумаю что-нибудь. Немного поспать, я снова валюсь. Ох, я сейчас точно не смогу заснуть. Я слишком взволнована. Хорошо, значит заснет одна из нас. Доброй ночи, Эл. Спокойной ночи, Кэт. Эй, Кэтти, просыпайся. Ох, скажи спасибо, что рядом с этой кровати нет острых предметов. Знаешь что, у меня идея. Прошу тебя, скажи, что ты решила взять академический отпуск. А, ты видимо нашла много всяких материалов, верно? Фотографии, записи и прочее? Допустим, и что? Короче, если помнишь, у меня есть компьютер, и я знакома с одним хакером по имени Дэйв и... А, да неважно, я оставлю тебе записку. Спи дальше. Серьезно, Эйлин. Иногда я просто поражаюсь тому, как работают твои мозги. Да знаю я. Эйлин смешная. Мне нравится этот персонаж. О, ты уверена, что хочешь это сделать, Кэтти? У тебя еще есть время на случай, если ты вдруг передумаешь. Я уверена, доктор. Просто избавьте меня от этого. Но, пожалуйста, не рассказывайте моей маме. Прости, но мы обязаны это сделать только в закон. Никому не нужно это знать, просто притворитесь, что забыли. Это ее не касается, это мой выбор. Что случилось вообще? Мы с ней так плохо лазим. А, это только подолет масла в огонь. Боюсь, я ничего не могу сделать. Ладно, давайте тогда покончим с этим. С чем? Проходи сюда. Ээээ... Какие-то воспоминания? 26 сентября 1995 года. Ненавижу этот сон. 995 год. День второй. Наверное, Эйлин пошла на занятия. Может, мне не мешало бы. А может, лучше не надо. Не. Прямо как я иногда. Тоже не хочу ходить никуда. Расписание Эйлин. Помочь Кэти связаться с Дэйвом. А где записка, кстати? Может, кто-то записку оставит какую-то? Где мне эту записку искать? А, вот записка. Привет, Кэт. Можешься стесняться пользоваться моим компьютером, пока меня нет. Мой пароль? Angel Love. Без кавычек. Ага. Посклютно, пожалуйста, я не заляю по клавиатуре жвачкой. Вспомни, что было в последний раз. Ну ладно, как будто она пользуется клавишей пробелу. Дерьмо. Кажется, она забыла написать имя пользователя. Впрочем, вряд ли его сложно будет угадать. Думаю, это какое-то сочетание имени и фамилии. Хакер Дэйв. Она Эйлин Милдред. Эйлин Милдред. Милд. Милд. Энджел. Лав. А, неверное имя пользоваться. Ну давайте позвоним Дэйву. Так, Дэйв. Хакер Дэйв. Да? Привет, я Кэти. Эйлин посоветовала позвонить тебе насчет каких-то программ. Какая еще Эли? Эйлин. Рыжие волосы, очки, болтается скоростью пулемета. А, точно. Я думала, я зовут Эрл. Мне еще показалось, что это странное имя для девушки. Тебя видела проблем со слухом. А у тебя с мозгами. Ха-ха, я уделал тебя. Вау, просто вау. Итак, Эм, как насчет софта? А, да. Нет, не могу. Совсем нет. Ах, я знала, что она полное трепло. Нет, то есть, конечно, я раньше устанавливала пиратский софт, а теперь нет. Случился один косяк. В результате меня лишили доступа к сети. Мы с Клайдом, он чувак-айтишник из нашего кампуса, реально разошлись в его взглядах. Мы играли с ним в ботче, и скажу просто, он типичный психованный лузер. Ты не можешь просто помириться с этим чуваком? Нет, он такой болван. Он считает, что Звездный Путь, следующее поколение, лучше оригинального сериала. Он думает, что этот лучше, чем тот? Я-то в курсе, верно? Разве можно верить такому чуваку? Ты не можешь как-нибудь сломать сеть, чтобы подключиться обратно? Разве ты не этим занимаешься? Он заблокировал локальную сеть в моей комнате, так что я даже физически не могу подключиться. Ты никогда не выходишь из комнаты? Вас пользуется одним из компьютеров в библиотеке или еще где-нибудь разве они не подсоединены к сети? Нет, там везде камеры. Клайд только от того и ждет, чтобы я спалюсь, а он там добьется моего исключения. Ты называешь себя хакером? Пошевелим мозгами? В ресторане придумай что-нибудь. Вау, ты такая дерзкая? Нанеси дрюк. Хорошо, ладно. Только администратор имеет доступ к управлению портами. Единственный способ взломать учетную запись администратора, каким-нибудь образом вынудить Клайда залогиниться на устройстве, к которому у нас есть неограниченный физический доступ. И... О, у меня идея. Мне это не очень нравится. В общем, тяну нужно будет специально проверить твой компьютер. Вообще тупо звучит. Ну, убедить его в хлама, так слегка. А потом позвонить Клайду. Клайд придет чинить его. Если тебе повезет, он зайдет в сеть, используя свою учетную запись администратора. Потом ты сможешь воспользоваться моими ультилитами, чтобы найти и извлечь пароль прямо на месте. Что ж, попробовать стоит. Давай приходи установить все, что нужно. Не Катя, это у меня синдром раздраженного кишечника, так что не получится. Синдром раздраженного кишечника? Поверь мне, лучше тебе этого не знать. Один мой приятель занесет тебе все, что нужно. Это не битнот Ньютона. Сделай то, что я сказала, и получишь интересный асофт. Услуг за услугу, Клариса. Как скажешь, Чурила. Посмотрим. Господи, сумасшедшие какие-то нас окружают. О! Что это? Внутри была дискета с запиской, приклеенная на обратной стороне. Подписана загрузка. Загрузи компьютер с помощью синей дискеты. Воспользуйся утилит и повредить MBR, чтобы вызвать сбой файловой системы компьютера, извлеки дискеты и выполни перезагрузку. Позвони Клайду по номеру 555. Скажи, что компьютер вышел из строя, сообщи ему код ошибки на экране. Он придет, чтобы взглянуть в ряд, и починка займет у него много времени. Теперь самая главная часть. Тебе нужно каким-то образом выдавить его залогиниться с помощью учетной записи администратора. Пять, выполни перезагрузку и извлеки данную учетную запись администратора с помощью синей дискеты. Шесть, выполни перезагрузку и следи в систему через учетную запись Клайда. Семь, найди программу удаленного доступа, с помощью которой можно подключить мою локальную сеть, секция B, комната 8. Вот и все. И помню, что если ты что-то напутаешь, просто позвони Клайду, и ему придется с вами заляться. В конце концов, такая у него работа. Ладно, давайте, друзья, это мы все сделаем в следующей серии. Если вам, конечно же, понравилось, то не забудьте поставить мне лайк, подписаться на канал и ждать следующих серий. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения и пока!